Вы можете пропустить некоторые важные благословения, которые Бог приготовил для вас. Бог объявляет, что вы – Его дитя, которое Он породил в себе. Он не подвержен ни болезням, ни бедам, и вы в безопасности под Его опекой, где смерть не имеет над вами власти. Нет никакой нехватки, есть только совершенное обеспечение всех Его обетований. Если вы согласны получить Божие благословения в своей жизни, поставьте лайк этому видео и напишите «Я согласен». Бог придет в то время, когда вы устраните все то, что превратило ваши надежды и благо в пустоту любви и удовольствия. Он говорит, «Я восстанавливаю в тебе все богатства, которые Голгофа может предложить прямо сейчас, дитя мое. Я возвращаю тебе то, что отняли годы». Жизнь преподала тебе несколько ценных уроков, но она также поставила тебя в положение обороняющегося. Но знайте, что я – ваш защитник, поэтому вставайте и продолжайте наступать, пока не увидите, как небеса реально проявляются в ваших обстоятельствах. «Я понимаю боль в вашем сердце. Я понимаю ваше страдание и тот груз, который вы несете. Сделайте глубокий вдох, найдите утешение в моем присутствии. Я утешаю вас и веду на новые территории во мне, где нет загрязнения тьмой противника, который был полностью побежден в вашей жизни. Я – добрый Бог, мне не нужно стремиться быть достойным, ибо я уже по своей сути добр. Я живу в вас, проявляя свою доброту, потому что такова моя природа. По мере того, как моя природа развивается в вас, вы становитесь ее причастником, впитывая мою благость. Впитывайте глубокую благосклонность, которую я предлагаю вам сегодня, и я дарую вам благосклонность к тем, кто в ней нуждается. Молот небесного правосудия качается в вашу пользу, вам остается только наслаждаться и радоваться, как происходит переход, выводящий вас из кризиса и разочарования к продвижению и благословению в моем царстве. «Дитя мое, пришло время узнать, что где бы ты ни находился, ты оправдан в моих глазах. Ты безупречен. Твое сердце может осуждать тебя, но я больше твоего сердца, и знаю все твои недостатки. Твое сердце понимает только историю твоих проступков и непослушания, но я отделил их так далеко друг от друга, как восток от запада», – говорит Господь. «Если бы я стал искать твои непослушания, то не нашел бы их, ибо я стер их из своей книги. Вы вычеркнули свои промахи и безнравственность из своей летописи. Неважно, что некоторые не прощают, ибо это ничего не меняет. Неважно, что окружающие предпочитают помнить то, что я забыл, ибо это ничего не меняет для вас. Это лишь ограничивает вашу собственную способность получать любовь и сострадание, которые в противном случае могли бы быть излиты на них. Наберите стереть мое прошлое, чтобы все осталось позади. Теперь вы обладаете силой воскрешения, текущей через вас. В этот самый момент в вас происходит трансформация, которая меняет вас и ваши обстоятельства. Переход произошел, и продвижение проявляется. Исцеление уже на подходе, и вы – Божий целитель. Это вода жизни, которую я дал вам, и она течет через вас независимо от того, кто еще принимает в ней участие. Вот как сильно я люблю вас. Мой дух убирает все обломки и неприятия прошлого, полностью очищая вас. Я заявляю, что ты чист, очищен словом, которое я произнес над тобой сегодня, дитя мое. Не обманывайся во времена обмана, даже самые лучшие могут быть обмануты. Слушай голос мой, и не следуй за голосом незнакомца. Следуй за мной, и я буду вести тебя по бурным морям, пока волны не успокоятся, и ты не будешь окружен моей безмятежностью через Христа Иисуса. Мой мир, превосходящий всякое разумение, будет охранять ваше сердце и разум. Не позволяйте своему сердцу волноваться, ибо мир, который я предлагаю, – это не мир этого мира. Я создаю для вас пространство здесь. Сейчас, а не только в загробной жизни, ваша жизнь предназначена.